Здравствуйте, Анна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории. Сегодня мы с вами поговорим о тактильном восприятии, о его развитии у детей дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и также родителям. Давайте сначала проверим связь, как меня хорошо видно, слышно. Если все замечательно, то поставьте плюсики либо огонечки. Да, вот, огонечки уже вижу. Отлично. Хорошо. И тогда можем с вами продолжать. Дошкольникам в освоении действительности помогают все каналы восприятия. Тактильным, зрительным, слуховой, вкусовой, обонятельным. Работают они в тесной связке, считывая актуальную информацию, присущим им способом. Спасибо огромное, очень приятно. Выясним, как задействует тактильное восприятие у детей. Итак, что же такое вообще тактильное восприятие? Кратко, буквально обозначу. Это познанием, обследованием, распознаванием объектов при непосредственном ощупывании их руками и пальцами. Это вид восприятия еще по-другому называют осизательным. Его суть заключается в отражении характеристик, особенностей поверхности и структуры того, к чему прикасаются. Тактильные образы объектов представляют собой отражение целого комплекса качеств объектов, воспринимаемых человеком посредством прикосновения, ощущения давления, температуры, боли. Они возникают в результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека и дают возможность познать величину, упругость, плотность или шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета. С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, расположении в пространстве, качестве использованных материалов. Тактильное восприятие играет исключительную роль при выполнении различных трудовых операций в быту и везде, где необходимы навыки ручного труда. Более того, в процессе привычных действий человек зачастую почти не использует зрение, целиком опираясь на тактильно-двигательную чувствительность. И поскольку уже затронуло осязание, то что такое осязание? Это одна из важнейших способностей человека воспринимать окружающий мир. И первое, что чувствует ребенок после появления на свет, это прикосновения. Тактильное восприятие первым открывает детям дверь в познании окружающего мира. Малышам столько всего предстоит узнать и освоить, а начальный объем знаний они буквально в смысле получают на ощупь. В первые годы жизни ребенком основной является предметная деятельность. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И тактильное ощущение – это одна из форм общения ребенком раннего возраста с окружающим миром. С первых дней в жизни информацию о нем владенец получает от ухаживающего за ним взрослого, мамы. Ощущения, получаемые малышом от общения с матерью, ухаживающим взрослым, накапливают опыт тактильной чувствительности, развивают тактильное восприятие, что в свою очередь стимулирует его умственную деятельность. Не обязательно быть вообще специалистом в области детской психологии или физиологии, чтобы заметить, какое огромное значение для развития ребенка с самого маленького возраста имеют тактильные ощущения. Прикосновение к материнской груди, попытки ухватить погремушку, дотронуться губками, ручками, ножками до любого незнакомого предмета – это важнейшие естественные действия малыша. Рука, пальцы, ладошки ребенка – едва ли не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной деятельности детей. Можно даже говорить о своеобразном седентивном периоде развития руки. Рука ребенка прикасается к шершавой ракушке и гладкому камню. Тактильные ощущения позволяют ему мысленно сравнить различные поверхности и удивиться многообразию окружающей его природы. В младенческом возрасте ребенок, совершая движения руками и ладонями, дотрагивается до различных предметов, поначалу случайно, а затем уже целенаправленно и регулярно. Период хаотических физических контактов сменяется намеренным и координированным получением значимой информации об окружающем мире. Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно оно лежит в основе чувственного познания. Чем тоньше тактильное ощущение малыша, тем точнее он может сравнить, объединить или различить окружающие его предметы и явления, то есть наиболее успешно упорядочить мышление. Механизм тактильного восприятия основан на действиям кожных рецепторов. Рецепторы являются сложным устройством, воспринимающим сенсорные сигналы и считывающим информацию. Эти устройства расположены по поверхности всего тела, обеспечивая кожную чувствительность. Самые восприимчивые, разнообразные информации рецепторы сконцентрированы на пальцах рук. Ощупывая предметы, человек может получить так много информации, как будто он смотрит на них. Поэтому осязание считают в первую очередь познавательной функцией руки человека. Процесс восприятия предоставляет ребенку возможность формировать образы, делать связанные с ним умозаключения. Чувственное отражение и тактильные ощущения дают такой же богатый материал для мыслительной переработки, как и зрительные. Восприятие дошкольника — это узнавательный процесс, который открывает двери к пониманию того, как устроен мир, какими особенностями обладают предметы и явления, как они взаимосвязаны между собой. Дети прикасаются к разным предметам, ощущают их особенности, обращают внимание на различия. Твердая поверхность стола совсем не такая, как махровое полотенце, а пластиковый кубик отличается от мягкой игрушки. Благодаря тактильным ощущениям малыш воспринимает такие признаки, как твердость, мягкость, тепло, холод, колючесть, пушистость и так далее. Вся сенсорная информация постепенно накапливается детским мозгом. Дошкольник все больше и тоньше различает тактильные сигналы. После трех лет он уже прекрасно осознает, что пружинность надувного шара сильно отличается от подобной характеристики резинового мячика. А вязкость манной каши вовсе не похожа на такое же свойство пластилина. Если в раннем возрасте восприятие характеризуется непроизвольностью, хаотичностью, то в дошкольном возрасте оно становится осмысленным интеллектуальным процессом. Эти качественные характеристики можно проследить даже на таком элементарном примере, как прикосновение. Малыш до двух-трех лет хватает, хлопает ладошкой по всему, до чего дотянется. Младший дошкольник уже понимает, что все подряд трогать нельзя. Он проявляет осторожность и настораживающих его ситуаций прикоснется только пальчиком, быстро при этом озернув руку. Правда, остается еще проблемой то, что не все реально опасные ситуации распознаются ребенком. И какова же вообще роль тактильных ощущений восприятия формы? Многие образы в дошкольном возрасте формируются и запоминаются благодаря информациям, поступающим через тактильные каналы. Получив в подарок огромную игрушку, мягкую игрушку, ребенок наслаждается ее мягкостью, шелковистостью, еще не понимая, что же за существо олицетворяет этот великан. Потом взрослые объясняют, что он к малышу пожаловал мишкам или верблюжонок. Но главным признаком, образом для дошкольника еще долгое время будет оставаться нежная искусственная шерсть. В отчленении отдельного признака способствует и при восприятии формы, и контуров геометрических тел, коих среди детских игрушек предостаточно. Дошкольник твердо усваивает, что кубики имеют четкие углы, а все, что отличается круглой формы, можно назвать мячиком. Узнавать эти формы в дальнейшем ребенку помогает уже зрительное и, конечно же, тактильное восприятие. В большинстве случаев малыш, конечно, увидит угловатые или сферические фигуры, но если предложить дошкольнику игру закрытыми глазами, давать ему в руки предметы соответствующих геометрических форм, кубик, мячик, колечко, пирамидку, он успешно их определит. Тактильное восприятие информации настолько важно, что в психологической науке его часто называют тактильным зрением. Причем имеем тот случай, когда не бывает рано начать активное развитие осязательных способностей. Тактильные игры для малышей необходимы для развития осязания наряду с тем, как мы развиваем слух и зрение младенца. Так вот, и в чем же польза, кратко уже останавливалась, в чем же польза тактильных игр? Выдающийся педагог Сухомлинский сказал, что ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Логопеды и психологи подтверждают эти слова, уделяя огромное внимание развитию мелкомоторики у детей дошкольного возраста. Оказывается, область мозга, отвечающая за мелкую моторику, находится по соседству с речевым центром. Поэтому занятия на моторику способствуют развитию речи. Как вы уже поняли, тактильные игры – это игры, направленные на восприятие окружающего мира с помощью рецепторов кожи. Помимо стимуляции речевого развития, тактильные игры также учат детей чувствовать свои пальцы, кисть, управлять ими, несут терапевтический эффект, успокаивают, положительно влияют на эмоциональное состояние ребенка, учат концентрацию внимания, сосредоточению, развивают координацию движения, пространственное ориентирование, способствуют развитию логического мышления. И сенсорные игры подходят как для дневных занятий в дошкольном образовательном учреждении, так и для вечерних занятий дома, чтобы подготовить ребенка ко сну. Следует, конечно, помнить, что малыш всегда должен играть под присмотром взрослых. Организовать игровую развивающую среду совсем несложно, своими руками, при этом с минимальными затратами. Всегда найдется то, что можно использовать в качестве пособия по сенсорному развитию. Тактильные игры будут интересны детям от года, но нужно смотреть по ребенку. Конечно же, если малыш упорно тянет мелкие предметы в рот и интересуется только вкусовыми свойствами, такие игры лучше, конечно же, отложить на время. В настоящее время существуют различные готовые игрушки, способствующие развитию тактильного восприятия у детей дошкольного возраста. И я небольшой такой обзор сделаю. Очень нравится и мне, и моим детям. Мы часто играем с этой игрушкой. Итак, это набор тактилики. На этот набор я наткнулась в интернет-магазине вообще чисто случайно. Когда принесла малышам на занятия, они были в неописуемом восторге. И даже по прошествии нескольких занятий дети не теряют интерес и с увлечением взаимодействуют с этими мячиками. К тому же можно обыграть, можно и играть с водой с этими мячиками, включать песенки различные и под слова этой песенки выполнять различные манипуляции. Очень еще также им нравится отгадывать мячи с закрытыми глазами. То есть пощупали, закрыли глаза, пощупали, потом открываем глаза, ищем такой же мячик. И здесь в наборе получается, в этом наборе шесть мячей. Эти мячики выполнены из безопасного ПВХ, поэтому можем спокойно их использовать в работе, в играх с детьми. Яркие цвета имеют эти мячики, и интересно их воплощение развивать не только тактильное восприятие, но и мелкую моторику рук и также цветовосприятие. Следующий это тактильный планшет Montessori. В планшете 10 фишек с различными фактурами, дублирующими поверхностями в отверстиях планшета. Каждая фишка имеет удобную ручку для тренировки пинцетного захвата и возраст детей от 3 до 7 лет. Как можно играть в тактильный планшет Montessori? Рассмотрите сначала планшет вместе с ребенком и предложите заглянуть в каждый домик, открывая по очереди замочки, то есть кружочки. Проведите пальчиком ребенка по фишкам и проговорите, какая поверхность гладкая, шершавая, пушистая и так далее. Разложите на столе все кружочки и предложите ребенку подобрать замочек к каждому домику. Детям постарше предложите более сложный вариант игры, переверните все замочки фактурной поверхностью вниз, попросите ребенка закрыть глаза и выбрать один из замочков. Задача игрока определить на ощупь фактурную поверхность замочка и закрыть соответствующий домик. Можно поиграть в тактильное лото. Сложите все кружочки в непрозрачный мешочек и предложите ребенку опустить руку в мешочек. Вот он как раз тоже волшебный мешочек, да, не зря давно используем эту игру. Опустить руку в мешочек, выбрать один из кружочков и на ощупь определить, какой домик на планшете имеет такую же фактурную поверхность. Еще замечательная игрушка – это сенсорный куб парочки. Этот куб для развития также тактильных ощущений, сенсорного опыта, внимания, памяти, мышления, воображения, мелкой моторики, для развития речи. Он предназначен также для работы с детьми от 3 до 7 лет. Что в комплекте? Это сенсорный ящик и 10 пар фишек с разными тактильными поверхностями. Итого получается 20 фишек. Как же можно поиграть с этим кубом? Например, игра «Найди парочку». Разложите на столе 10 фишек по одной фишке из каждой пары. Оставшиеся 10 фишек спрячьте в куб, выберите одну из фишек на столе и попросите ребенка найти такую же фишку, но уже на ощупь в кубе. Поменяйтесь с ребенком ролями. Игра, например, третьей лишней. Попросите ребенка также закрыть глаза и разложите на столе 3 фишки, 2 из которых одинаковые. И задача ребенка определить на ощупь лишнюю фишку, не парную. Или, например, игра «Ассоциации». Спрячьте все фишки в куб и предложите ребенку найти на ощупь фишки с мягкой, твердой, гладкой, колючей, волнистой поверхностью. Предложите ребенку придумать название для каждой фишки. Например, травка, море, снег и тому подобное. Тоже, думаю, знакомы. Это безиборд. Развивающая зона, состоящая из доски с всевозможными кнопками, выключателями, крючками, прочими маленькими опасностями, которые ребенку обычно трогать запрещено. Благодаря занятиям с безибордом дети учатся основам взаимодействия с опасностями и предметами, расположенными на доске. Это полезные игры также на усидчивость, внимательность, умение концентрироваться на развитии мышления и мозговой активности. У безибордов есть второе название. Это развивающая доска Монте-Сорин. Ведь именно итальянский педагог Мария Монте-Сорин, известная своими нетривиальными методиками развития, имеющими успех во всем мире, первая подала идею обучать детей через знакомство с предметами. Именно Мария Монте-Сорин решила дать возможность детям поиграть с предметами, которым обычно ограничивают доступ. Проанализировав поведение малышей, она пришла к выводу, что они познают мир и воспринимают информацию в большинстве своем через сенсорные ощущения. Таким образом еще и развивая мелкую моторику. Благодаря Монте-Сори появился первый безиборд еще в 1907 году. И она сделала первый прототип безиборда. На деревянной поверхности расположились розетка со штекером, выключатель света, дверные защелка и цепочка, панно со шнуровкой. И все предметы дарят малышу новое ощущение, расширяют его представление об окружающем пространстве, об окружающем мире. И действуя с таким сенсорно-двигательным тренажером, ребенок развивает мелкую моторику, координацию движения, усидчивость, логику, цветовое восприятие, память, помимо тактивных ощущений. И целью развития тактильного восприятия используются различные виды деятельности, прямо или косвенно способствующие развитию тактильно-двигательных ощущений. Это лепка из глины, пластилина, теста, аппликации из разного материала, бумага, ткани, пух, вата, фольга, аппликационная лепка, то есть заполнение рельефного рисунка пластилином, конструирование из бумаги, оригами, макраме, то есть плетение из ниток, веревок, рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной кисточкой, игры с конструктором металлическим, пластмассовым, кнопочным, игры с крупной и мелкой мозаикой, сортировка мелких предметов, камушки, пуговицы, желуди, бусинки, фишки, ракушки, разных по величине, форме, материалу. Повышение тактильной чувствительности способствует пальчиковой игре. Сейчас в сети интернет можно найти их огромное количество. И, например, пальчиковая игра «Капуста». Думаю, многие из вас прекрасно ее знают. Текст на экране, презентацию можете скачать. Не буду зачитывать, не будем тратить время. Хорошо. Здесь и стихотворение, слова и движения, которые мы совершаем под эти слова. Также для развития тактильного восприятия у детей дошкольного возраста очень хорошо использовать сенсорные коробки. Пособие представляет собой какую-либо емкость, наполненную чем-то, что можно трогать. И вот несколько вариантов изготовления такой коробки. Например, игры с крупами. Сухие сыпучие крупы, рис, горох, чечевица, фасоль. Можно насыпать в коробку, контейнер или таз. И позволить ребенку копаться там руками, ворошить, пересыпать из одной емкости в другую. Поначалу желательно, чтобы малыш использовал для захвата только пальцы. То есть не применял ложки или стаканчики. Пусть он берет крупу кончиками пальцев, тренирует пинцетный захват. Чувствует фактуру каждой крупинки, риса, фасоли. Позже можно дать крохи инструменту уже, ложку, стаканчик и тому подобное. Чтобы малыш учился манипулировать предметами и доносить ложку с крупой от одной емкости в другой. Можно заполнить контейнер крашеным рисом. Такая сенсорная коробка не оставит ребенка равнодушным. Несколько килограммов риса нужно окрасить в разные цвета. С помощью пищевых красителей я это делаю. Например, из пасхального набора. И просто высыпать в большой бытовой контейнер. Не смешивайте рис сразу. Позвольте ребенку сделать это самостоятельно. Пусть он перемешает рис в ручками, а потом просто в нем копошится. Прячет игрушки, закапывает, раскапывает, присыпает крупу руками и тому подобное. И опять же позже уже можно добавить к игре различные емкости и ложки. Можно использовать поднос с манной крупой. Поднос с манкой организовать проще простого. Совсем маленького кроху можно усадить в стульчик для кормления. Насыпать крупу прямо даже на столик. Ребенка уже постарше усадить за стол и насыпать на поднос. По крупе можно водить пальчиками, рисовать. Можно делать из нее горы, пересыпать из одного места в другое и тому подобное. Сенсорная коробка с мелкими предметами. Подарочную или обувную коробку можно наполнить всякой мелочью, которая найдется дома. Это могут быть игрушки из киндер-сюрпризов, крупные бусины, игральные кубики из настольных игр, к камушкам, ракушкам, декоративный дренаж для цветов или стеклянные камни для аквариума. Можно и шурупы положить, и гайки. Но, конечно же, смотрим, чтобы дети не брали в рот. Можно также класть скомканные кусочки фольги, ватные шарики. Желательно, чтобы все эти предметы были незнакомы ребенку. Пусть он попашится в этой коробке, рассматривает предметы, трогает их на ощупь. Еще хотела рассказать о кинетическом песке. Если в вашем арсенале уже есть этот уникальный материал, то даже не нужно ничего изобретать. Кинетический песок сам по себе развивает тактильные ощущения. Поэтому, если вы уже организовали песочницу, можно просто посадить малыша и позволить ему играть. Следите, конечно же, чтобы песок не раскидывался по помещению, не попадал в глаза, нос и рот ребенка. Можно проявить фантазию и сделать своими руками небольшие игрушки с различными наполнителями. Ребенку будет интересно щупать их через ткань. Это станет своего рода массажем для активных зон ручек. И в качестве наполнителей можно использовать фасоль, гречку, горох, макароны различной формы, ракушки, спирали, пуговицы, монетки, бусины. И предлагаю несколько вариантов. Вообще самое простое – это взять обычные воздушные шары. Постарайтесь выбрать, правда, поплотнее. И помимо вышеперечисленных наполнителей, шарики можно заполнить водой, крахмалом, мукой, манкой и тестом для лепки. И, например, берем такой вариант – муку соединяем с водой и с солью. Кстати, шарики с крахмалом делали еще наши бабушки и мамы в советские времена. Заменителями шариков могут стать резиновые перчатки. В качестве мешочков, кроме того, можно использовать ненужные детские носочки. Или, например, солнышком шьется довольно просто. Два одинаковых по размеру круга и по периметру лучики, которые можно вообще сделать из ленты, тесьмы или ткани. В основу солнышка положите несколько горошин, пуговицы или бусин. Можно разного размера. А если делать без лучиков, то вообще получится колобок. Особенно творческие мамы, педагоги, имеющие швейную машинку, обладающие навыками шитья, могут создать книжки и коврики для малышей с аппликациями из разных тканей, с пуговицами, застежками. В общем, здесь все зависит от вашей фантазии и, конечно же, имеющихся материалов. Если нет времени на шитье, то подобные пособия можно приобрести. В интернет-магазинах, в Инстаграме есть люди, кто занимается и шьют на заказ. Развивающий коврик для малышей представляет собой текстильное изделие любого размера и формы. Обязательно должны присутствовать игровые элементы. Все детали шьются из мягкой ткани или фетра. И в качестве наполнителя используется крупа разных видов или синтепон. Детали надежно закрепляются с помощью шнурков или пучек. Для самых маленьких деток интересны будут такие детали, как крупные пуговицы, бусины, колечки или пластмассовая часть от соски-пустышки, нанизанные на узкую ленту или шнурок. Извините, пожалуйста. Их можно двигать, перебирать пальчиками, грызть. Грызунки на петлях, деревянные бусы, пластиковые колечки, большие круглые пуговицы. Все, что можно давать безбоязненно детям грызть. Надеваются на шнурки, сложенные петлями и пришитые посередине кружком из плотной ткани или кожи. Большая декоративная застежка-молния с крупным язычком обязательно. Под молнию можно вшить картинку или приклеить аппликацию. Или также можно вложить маленькую пластмассовую игрушку на шнурке. Большие деревянные или пластмассовые пуговицы, пришитые в ряд. В процессе обучающей деятельности развиваются навыки, умения, логика, мелкая моторика, память, внимание. Ребенок получает первые знания о цифрах, буквах, формах и цветах предметов. То есть такое многофункциональное пособие у нас получается. Еще можно найти в продаже развивающий коврик-теремок. Это как пример того, что есть. Вы можете на основе этого, опять же, сделать свое. Рекомендуемый возраст 9 месяцев на тканевую основу нашить контуры домика. Размеры основы берутся произвольно. Пришить кармашки, окна со ставнями и двери, застежками разных видов. Пуговицы с петельками, крючки, липучки, молнии, ремешки, шнурки-завязки, кнопки. Желательно, опять же, использовать ткани различных цветов и фактур. А также дополнительные элементы, веревочки с узелками, бусины, колечки. Все, что подскажет вам фантазия. Да, то есть очень интересно, прекрасно. И главное, что детям нравится. И за счет того, что нравится им, они играют с этим, мы реализуем свои цели. Под ставни можно пришить кармашки, тогда из окошек смогут выглядывать обитатели теремка. Развивающий коврик кармашки. Здесь рекомендуемый возраст от полутора лет. На основу нашиты дверцы с разнообразными застежками. Под каждой дверцей прозрачный карман, в который можно вставлять разные картинки. Мы, например, в учреждении шили юбку, такую дидактическую юбку, где тоже пришивали кусочки ткани различных фактур, всякие молнии, на застежках элементы, на липучках. И дети подходили. Во-первых, удобно их очень хорошо собрать в кучку. И, давая определенный сюжет, например, мы также с вами организуем занятия и наши цели образовательные. Следующее – это развивающий коврик с элементами, пристегивающимися на пуговицы. Здесь, да, на ватберсе тоже есть, согласна, коврик с элементами, пристегивающимися на пуговицы. Здесь рекомендуемый возраст от двух лет. Основа для этого коврика выполняется в виде простого пейзажа. Вода, лужайка, небо, съемные детали, в небе солнце, облака, бабочки, на лужайке деревья, цветы, в воде рыбки. В каждой детали, обязательно, конечно же, выметывается петелька. На основе в нужных местах пришиваются пуговицы. Вариантов очень много. Все зависит от вашей фантазии. Игры с водой также способствуют развитию тактильных ощущений. Эти игры весело проводить в ванной. Но если мы говорим с вами о дошкольном образовательном учреждении, то можно использовать ТАСС или целый центр для игр с водой и песком. И как же играть? Разливать воду можно по разным емкостям, переливать из одной в другую, определять, где теплая вода, где холодная. Воспользовавшись игрушечной посудой, можно устроить чаепитие или званый ужин. Ребенок будет сам накладывать еду и разливать по чашечкам чай. Предложите поиграть с губкой, выжимать ее. Можно дать мыло, чтобы намылить губку, и помыть ванну, или стену, или кран, или детскую посудку. Предложите потереть мягкой стороной губки и жесткой, и сравнить ощущения. Предложите малышу помыть себя мочалкой. Ну, понятно, что мы здесь уже говорим о родителях, домашних условиях. Предложите малышу помыть себя мочалкой самостоятельно. Можно предложить ребенку определить, например, сколько чашек воды поместится в кастрюле, и тому подобное. Игры с мыльными пузырями не только интересны малышам, но и помогают также развивать моторику рук и осязания. Малыш выполняет сложные для него движения, обмакивая палочки и рамки в раствор. И какие игры можно предложить? Например, танцы пузырей. Возьмите кусок шерстяной ткани и положите на ладонь. Можно взять шар. Попробуйте жонглировать пузырями. Подкидывайте их и ловите. Пузыри будут словно танцевать на ваших руках. Или игра «Король мыльных пузырей». Смочите мыльным раствором клеенку, расстеленную на столе и руки. На мыльной клеенке трубочкой выдувайте пузырь, а мыльными руками вы без труда уже сможете проткнуть пузырь, и он не лопнет. Да, экспериментально мы здесь с вами можем, опять же, реализовывать различные цели. И развиваем тактильное восприятие, и мышление. Лично я, например, не люблю какие-то игры, которые направлены на что-то одно, чтобы все и сразу как можно больше развить у ребенка. И так вот, в этой игре «Король мыльных пузырей» если после первого выдутого пузыря трубочку от коктейля повторно обмакнуть в раствор, можно осторожно проткнуть пузырь и выдуть внутри поменьше. Таким образом можно сделать много пузырей-матрешек. Или игра «Волшебные руки». Делаем кольцо большим и указательным пальцами, обмакиваем в растворе и выдуваем пузыри. Все просто, ловкость рук и никакого мошенничества. Сейчас даже в продаже можно найти рамки для пузырей разных форм и размеров, квадраты, овалы, звездочки, сердечки даже есть, видела. Но вы можете, опять же, сделать самостоятельно из толстой проволоки. Можно играть с влажными материалами. Занятия на развитие сенсорики, а конкретно осязания, предполагают знакомство ребенка с ощущениями разного типа. Трогать утюг, конечно же, не стоит, а вот поиграть с чем-то необычным на ощупь очень даже будет занимательно. Еще тоже нравится и мне, и моим детям, воспитанникам, гидрогель или шарики Орбис. Их можно найти в фикс-прайсе. Это маленькие гранулы, которые используются в цветоводстве, медицине, сельскому хозяйстве, продаются в магазинах. Икра требует минимальной подготовки. Гранулы просто нужно залить водой на 4 часа, после чего они превращаются в гелевые шарики диаметром от 1 до 2 сантиметров. Играть с ними одно удовольствие. Шарики, правда, бывают и цветные, и бесцветные, но у всех есть интересное свойство. Они абсолютно невидимы в воде. А стоит их вытащить в детской ладошке целая горсть гладких упругих шариков. Шарики достаточно долговечны и могут прослужить несколько дней. И можно играть как в тазу или в ванной во время купания. И что же можно делать, как можно играть с гидрогелем. Итак, ловим шарики. Детям очень нравится вылавливать гидрогелевые шарики из воды руками или с помощью ложечки или ситечка. Перекладываем шарики из одной миски в другую с помощью совочка, пластикового пинцета или ложечки. Наполняем гидрогелевыми шариками бутылочку с узким горлышком. Во время игры можно использовать воронку. Малыш играет и развивает не только тактильное восприятие, но и мелкую моторику, и также ловкость. Можно погружать ручки в шарики, перебирать гидрогель, пересыпать из ручки в ручку. Делаем торты из пены для бритья и шариков гидрогеля. Изучаем с гидрогелем цвета. Раскладываем шарики по баночкам или мисочкам соответствующего цвета. Прячем в гидрогеле маленькие игрушки или мелкие камушки, пуговицы. Потом находим все это. Можно усложнить задачу и предложить ребенку находить игрушки с закрытыми глазами и угадывать, что же попалось на этот раз в ручку. Кроме того, еще гидрогель прекрасно массажирует ножки. Детям очень нравится по нему ходить. Испытывают необычные ощущения. Кроме того, гидрогелевыми шариками можно даже рисовать. Для этого на дно коробки разместить чистый лист, вооружиться пальчиковыми красками, гидрогелевыми шариками и с помощью шариков рисовать. В прозрачной вазе или в баночке можно создавать красивые композиции, укладывая цветной гидрогель слоями. А можно сделать с помощью гидрогеля вот такой сенсорный мешок. Для того, чтобы сделать такой мешок, вам понадобится зип-пакет с прочной застежкой и гелевые шарики. Увлажните гранулы, следуя инструкциям. Спасибо огромное. Тоже рада, что вы присутствуете на нашем вебинаре. И положите немного в пакет, закройте его плотно и готово. Не заполняйте единственное мешочек слишком сильно, чтобы он не лопнул и не открылся. когда малыш будет давить на него руками. Еще есть такая замечательная вещь, как цветное желе. Для малыша можно сделать несколько цветных желе с помощью воздушных шаров, а потом отдать субстанцию на растерзание маленьких ручек. Желе делается с помощью цветного красителя, желатина и воды согласно инструкции. Затем развиваются воздушные шары. После застывания нужно просто аккуратно лопнуть шар и снять его. Желе можно ковырять, помещать внутрь мелкие предметы, можно резать, крошить, превращая в кашу. Можно, например, сделать поделку морской берег. Требует немного времени на изготовление, но ребенок будет в восторге. С помощью цветного желе, крупы и фигурок животных вы можете изготовить маленький мир в коробке. Подходящую емкость, можно взять форму для запекания, низкий, широкий контейнер, что у вас есть под рукой. Насыпать крупу, это берег, на дно формы положить камушки, ракушки, фигурки морских обитателей, залить морской водой смесь воды, красителя и желатина. Опять же, согласно инструкции, убрать в холодильник для застывания желе. И проявляйте фантазию, добавляйте детали, пусть это будет морской берег жаркой страны, с пальмами, обезьянами, желтым песком, можно взять горох или пшенную крупу, или это у вас северный полюс с вечными льдами, берем рис и белыми медведями, а может Антарктида с пингвинами и станции полярников. В любом случае, такая игра увлечет ребенка надолго. Еще тоже есть такая придумка, нравится детям, это игры с пеной для бритья. Очень необычные ощущения вызывают, казалось бы, обычная пена. Играть с ней можно, опять же, как в ванной, так и в помещении на подносе. Пену можно просто трогать руками или придумать вообще целую сюжетную игру. Устроить горнолыжный курорт для игрушек, украсить снег шишками, будто это елки, прятать что-то под слоем пены. Кроме того, пены можно рисовать и делать высокие веселые брызги. Нужно только найти краски для детского творчества на водной основе. Можно взять пальчиковые краски, немного развести, смешать. Берем максимально большой контейнер из пластика и выдавливаем туда крем. Даем ребенку затем маленькую мягкую бутылочку с краской и начинаем активно все это смешивать. Летом на даче, если дома, вот такое развлечение можно без сожаления даже целый забор выделить, а потом просто помыть его из шланга. Вообще занимательное дело рисовать пальчиками на столе и сегодня за бешеные деньги продают специальные столики с подсветкой, песком, чтобы ребенок мог рисовать и создавать картины с пальчиками. Размазать пену по старому столику, а можно накрыть стол прозрачной клеенкой и дать возможность порисовать этой массой. Также еще можно смешать пену с детской присыпкой. Масса отлично комкается и можно лепить фигурки, а при желании устроить вообще снегопад. Мне еще нравится вот такой вариант с изготовлением песка для лепки. Процесс вообще прост для добезобразия. Нужно просто смешать пену для бритья с красителями и добавить крахмал. В стаканчике с кремом добавляете красители, а далее даем по одному стаканчику ребенку и крахмал в помощь. Процесс понравится каждому карапузу. Постепенно добавляем по ложечке крахмала и получаем все более плотную массу для лепки. И вот такая красота получается, чем немодное тесто из коробочек. И все гораздо дешевле. Яркие красивые краски на бумаге отлично, а объемные краски это вдвойне хорошо и детям интересно. Чтобы приготовить такие, понадобится опять же та же самая пена для бритья, клей ПВА, мука и пищевой краситель. Ваша задача смешать все ингредиенты и поместить готовую массу в мягкий пластиковый тюбик. Здесь также полная воля эксперименту. Чем больше муки, тем гуще краска. А насчет ее растекания и сохранения формы, то здесь придется подобрать самый идеальный для себя вариант соотношения клея и крема. А вот еще не менее оригинальный способ занять детей творчеством и также развиваем тактильные ощущения. Тактильное восприятие. Из плотного картона вырезаем самые разные фигурки. Буковки можно вырезать вообще что душе угодно. И дальше самое любимое детское занятие. Размазываем по поверхности крем для бритья и чем больше слой, тем интереснее. И самый ответственный момент. Из красок создаем нечто удивительное. Просто капая на пену капельку за капельку. Что получится, если крахмал добавить немного воды, то получится вообще удивительная субстанция, так называемая неоньютонская жидкость. если вы попытаетесь взять ее со дна миски, она будет вести себя как твердое тело, но как только она окажется у вас в руках, вытечет оттуда, как самая обыкновенная жидкость. И сам по себе процесс переливания очень успокаивающий и даже завораживающий. А после того, как ребенок будет готов этот процесс завершить, можно перелить часть этой жидкости в плотный воздушный шарик, хорошенько его перевязать, нарисовать на нем смешную рожицу. И у вас уже готов сенсорный мешочек. И подобные вообще сенсорные мешочки можно купить в магазине и дальше с ними играть. Также пальчиковые краски это вообще классика жанра, ведь рисование пальчиковыми красками не нравится разве что маленьким частюлем, которые не любят пачкать свои руки. Обычно же дети в восторге от размазывания красок по бумаге, ватману или даже можно взять кусок обоев и рисуем. Также еще можно ванной рисовать и сразу же отмыть маленького художника. И пальчиковые краски это простой и понятный инструмент для неиссякаемого творчества ребенка. А дальше уже формируем образное восприятие. А вот, кстати, пролистала слайд, я вот покупала в фикс-прайсе вот такие мялкие. Очень тоже нравятся детям, можно найти их в продаже и потом подключить к работе. И здесь мы уже с вами формируем образное восприятие, формируем образное мировосприятие ребенка, причем даже уже из мазни. Посмотрите, на что похож силуэт или какой цвет получился, с чем он больше всего у вас ассоциируется. И говорите уже малышу, посмотри, это тучка и тому подобное. А можно также предложить сделать доску с красками, это еще одно интересное сенсорное занятие для детей. Вам понадобится картон или пластик, куда вы нанесете небольшое количество пластиковых красок в виде небольших клякс. И затем покройте доску прозрачной пищевой пленкой, оберните несколько раз вокруг доски во всех направлениях, чтобы убедиться, что краска не вылезет за ее пределы. И готово, можно творить. Также сейчас кратенько, быстренько пробегусь, уже времени осталось немножко. Использую в работе игры с кубиками льда. Можно дать ребенку ледышки на подносе, либо организовать целое путешествие на Северный полюс. Для этого заморозьте воду, формочки для льда, можно пищевой краситель поместить, размешать, и в итоге у нас будут цветные кубики. И дальше используем по своему усмотрению. Лепка очень также хорошо способствует развитию тактильных ощущений. И можно использовать любой пластилин, тестом, то, что у вас есть. Можно лепить пирожки, целые пироги, украшать бусинами или пуговицами, крупой, опять же, макаронами можно также украшать камешками, выкладывать различные рожицы. Опять же, тут все ограничивается вашей фантазией, фантазией детей. И кроме того, еще мы делали такую печку. На идею с печкой нас вдохновило активное чтение русских народных сказок, в которых хлебосольные печки постоянно угощают героев сказок горячими пирожками, а ускорило процесс ее изготовления как раз наличие пирожков, которые необходимо где-то испечь. Мы взяли пустую коробку, вырезали в ней небольшое полукруглое отверстие с одной стороны и довольно большое, чтобы могла поместиться рука с противоположной уже. И потом облепили коробку тонким слоем пластилина, украсили ее крупами, просто вдавив их в пластилин. Затем мы сделали полочку, облепив пластилином кусок пенопласта и закрепили ее к нашей печке. Осталось только зажечь в печке огонь. Здесь у нас в роли огня обычно выступают маленькие светодиодные свечи, которые я обклеиваю красной упаковочной бумагой. Ставим пирожки в печку, закрываем ее заслонкой и готово. И тоже делаем вот такие пакеты, такие пакеты для игр. Игра волшебный мешочек тоже вам знакома. Еще вот такие используем в работе ладошки, тактильные ладошки. их можно найти в продаже. И все игры, в процессе которых ребенок что-то трогает, прикасается к поверхности, знакомится с различными фактурами, оказывают благотворное влияние на развитие тактильных ощущений. Вопрос нужно ли специально уделять внимание развитию восприятия основанного на тактильных ощущениях снимается очевидный истинный, что процесс восприятия является основой для развития мышления и сознания ребенка. Спасибо за внимание и спасибо, что также делитесь своим опытом, спасибо за ваши отзывы, очень приятно, это стимулирует нас к дальнейшей работе. Еще раз спасибо за внимание, до свидания. Жду вас на следующих